Программа поддержки для привлечения и удержания в регионе молодых кадров постоянно расширяется. Так, с 1 марта 2019 года по 1 миллиону рублей получают при трудоустройстве врачи дефицитных специальностей. С апреля 2020 года по 500 тысяч рублей получают те, кто пришёл работать на терапевтические и педиатрические участки. С июля 2021 года по 500 тысяч рублей те, кто работает в выездных бригадах скорой помощи. С апреля 2020 года специальные добавки идут за наставничество. Минздраву Кузбасса совместно с главными врачами больницы, представителями профильных учебных заведений, необходимо проанализировать все те решения, которые мы приняли по поддержке молодых медиков, посмотреть, как они отразились на трудоустройстве специалистов, что нужно изменить, улучшить. «Мы готовы дальше совершенствовать поддержку, вводить дополнительные меры, менять законодательство. Важно, чтобы молодым специалистам хотелось оставаться в больницах региона и заниматься здоровьем наших жителей», – подчеркнул Сергей Цивилёв. Медицинские учебные заведения открывают больше целевых мест. Студентов, которые учились по целевому набору, по окончании медуниверситета Минздрав Кузбасса распределит на работу в больнице и поликлинике региона, где они должны будут отработать три года. На период пандемии для помощи врачам сформирован резерв из 6500 студентов-медиков. При распределении в другие города предоставляется бесплатное жильё и транспорт. Ещё 1070 студентов и ординаторов трудоустроены в больнице региона.